так привет друзья сегодня 4 июня я вам показываю свежие небольшие три сюжета почему это нам надо объясняю значит перед вами будет 3 дерева абрикосы сорта незаварядная молотого сорта выдающиеся так проверю запись а все нормально сорта выдающиеся вот абакан это конечно юг хакасии это юг сибири в этом юге каждый год до 40 иногда и больше 40 вот повторяю сорта выдающиеся я к ним имею прямое отношение самое прямое поэтому прошу вас посмотреть моими глазами и если будут у меня какие-то замечания по ходу простите меня я имею ввиду автора вот он степан кашперский вот и я имею ввиду вас всех может быть по ходу быть какие-то вопросы могут быть по ходу какие-то и замечания заранее простите здесь у нас дерево я уже показывал на 31 число мая месяца 2022 года вот такое у нас абрикос королевский ну в частности нас он пока не интересует нас интересует прививка которая была сделана тоже на него абрикоса рыжего на абрикос королевский где найти надо прививку вот она прививка вот она прививочка маленькая тоненькая вот на нем сколько плодов вот на нем плоды вот на нем плоды это все абрикос рыжий вот на нем плоды такой маленькой прививочки также была еще одна прививка сделана вот она тоже имеется в плоды абрикоса рыжего то есть мы видим что данный абрикос республики хакасия в городе абакань зарекоментировал себя как надежный сорт наверное назвать уже можно даже знаю как название его родное вот как то так так я это в общем то фильм закончился а я сейчас немножко верну назад люблю комментировать люблю смотреть посмотрите на этот холм видите вот многие уже в стране так и говорят посадка по железу я никакого отношения изобретению посадки на холм не имею я сам где-то это высмотрел в свое время но это было так давно и 20-25 последних лет я являюсь яростным агитатором для того чтобы люди прекратили сажать в ямы делать вот эти самые так и называют ямка для полива потом проходит год и если дерево еще не сгнило в этой ямке для полива то корни уходят далеко за предел и ямка продолжает гноить сырая ямка продолжает гноить штамп вот это поэтому я поздравляю вас уважаемый земляк абаканец с тем что вы посадили нормально и я что вижу дерево процветает еще два замечания три значит мне не нравится то что вы не зарастили приствольный круг вот я имею ввиду не какой-то специальной травы специальная трава не все равно жиденькая а просто дёрн трава растет а вы ее косите она растет косите и под ней оставляете все и листву и скошенную траву и осеннюю листву упавшую перед зимой дерево скоро начнет голодать наверное у вас есть возможность может быть вы в бочках там настаиваете какие-то травяные настои потом поливаете может вы привозите где-то достаёте перегной хотя откуда его взять посреди абакана вот все может быть но самое я же этот фильм снимаю для всех это значит что я просто рекомендую всем и вам в том числе зарастить этот осколок травой вот а когда листва упадет оставить ее на месте следующий момент значит побелка ну побелка она не угробила ваше дерево она у вас еще достаточно жидкая потому что другие знаете как смотрите друзья разные фильмы смотрите там ссылки фотографии учеба статьи там они ярко белого цвета это уже не я специально такое делаю это уже не побелка а покраска даже иногда называют краской уже не представляете вот у вас достаточно жиденькая я вообще не рекомендую белить белить но если уж вы белите ну вам решать в конце концов все это я вообще не стал ее белить больше еще такой момент следующий момент вы видите рядом дом наверное он частный сектор наверное он отапливаемый вот это значит что дерево посажено еще и исключительно в созданных искусственных климатических условиях то есть я это называю видите там забор от ветра тепловой подушкой вот и как то вы умудились посадить что я вижу что я вижу довольно достаточно количество солнца так все переходим к следующему я вас поздравляю абрикос королевский это шедер вот рыжий а еще еще веточки рыжего да у вас они получились у вас ваши МОБУ не получились у вас они получились у вас где вы показывали нам сейчас 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 видите как сразу не заметил по моему так не все-таки давайте тут искать В принципе, все видели Стоит ли тратить время на поиски Я только хотел сказать, что прививка Нет, это очень важно Прививка была сделана На плодовую веточку Вот Небольшую Она хороша тем, что Хорошо испытывает на таких веточках Хорошо испытывает новые сорта Быстрый результат, обычно на второй год Вот Как же мне себя дойти Я тороплюсь, или еще хуже бывает Допустим, я включу сейчас Опять запись Здесь у нас дерево, я уже показывал 31 число 22-го года Вот такое у нас Абликоса Рыжего Меня интересует На него Абликоса Рыжего Плоды еще Плоды 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 Вот сделана прививка Абликоса Рыжего На Абликоса Рыжего Где Я начинаю На прививку Вот она прививка На прививку Маленький Эта ветки Пришли вот эти вот Слева Толстые ветки Постепенно убирать А так Она так и останется Небольшой Шансов на то, что Ну, еще несколько лет Потом Она переходит в зону Уже отчуждения То есть Там, где уже Просто ветки Отсыхает И родные Будут отсыхать Укоролевский Абликос И она тоже В общем Испытал Сорт Под названием Мой Клон Под названием Рыжий И Хорошо Но Надо будет Заниматься Рыжим Хотите Иметь целое Дерево Кузнейших Плодов Тогда Вам придется Садить его На Или в скелет На молодой Подвой Скелетили Правую земли Примивать На одну Двухлетней Саженеть Так Все Уходим Отсюда Уходим Отсюда Следующее Это Следующее Кино От вас Уважаемый Коллега В данном Случае Мы видим Видео Того же Абликоса Рыжего На Подвой Сделала Где приливочки Абликоса У нас Академик Видите Теперь То же самое Приливки Рыжего Но уже На Академика Академик Это такой же Шеневр Как и Королевский Это Моя Высшая Лига Где приливочки Сделано Где Вот Такая Тоненькая Приливочка Видно Вот Она На нем Имеется Несколько Абликосов Ниже Сделана Еще одна Прививка Видно Ее Повторяю Эти Прививки Деланы Для Испытания Нового Сорта Но Ими Никогда Рыжим Уже Не наешься Не уничтожать Закладные Скелетные Ветки Чтобы Дать Возможность Развезти Это Плодовая Ветка Она Буквально Сразу На второй Год Дает Плоды Вот Только Мы Заменили Ей Родной Фрагмент На Искусственный Фрагмент Вот И только С целью Испытательного Сорта Продолжаю Вот такая Картина С абрикосами Ежегодно Независимо От погодных Условий Жарко Холодно Он Завязывается Светет Как-то Умудряется Завязаться Это Вот На Академике Так Посмотрели И последний Сюжет Так Вот Сегодня У нас 31 Мая 2022 Года Город Абакан Республика Хакасия Виктор Сноярского Края Так Назваем Хотел бы Снять Видео Касающиеся Абрикоса Рыжего Под названием Который Попал Мне От Железного Валерия Константиновича Тысячу лет Жизни Ему За то Что он Все-таки Про Абрикосы Знает Больше Чем Любой Поградный Институт При этом Что бы Я хотел Почему Хотел Снять Такое Видео Рыжий Абрикос Достался Мне Черенок От Железного Валерия Константиновича При этом Привит был По принципу Что нибудь Где нибудь Останется На разные Рыклоновые Подвои При этом Как он Себя Повел Я Хотел Об этом Видео Снять В данном Случае Саженец Который Был Посажен По принципу Что Осталось Жалко Было Выпросить Прививка Была Прямо Сами Пенек Значит Пошел Саженец Ему Третий Год Но Ежегодно На нем Можем Ублить Такую Картину Такое Количество Абрикосов Другие Абрикосы Есть Нету Где-то Маленько Где-то Совсем Нету Где-то Не цветет Где-то Цветет Не завязывается А на этом Абрикосе В данном Случа На каком-то Диком Подлоге Все Замечательно И прекрасно Плоды Есть Он Себя Показывает Самой Лучшей Стороны Ну вот Друзья Сказка Красивая Сказка Закончилась Как говорил Этот Кавказский Пленец Мы Рождены Чтоб Сказку Делать Были Себя Сегодня Снег Лежит Где-то Еще Даже Не растаял На Алтае Томской Области В Омской Это Сегодня Четвертого Значит Получается Это было Второго Третьего Четвертого Июня Лето У людей Померзли Целые Огороды Сейчас Много Таких Фильмов Снято Смотреть Без слез Невозможно Вот Получается Что Домино Идет Сюда К нам Мороз К нам Сюда Запад Новосток Доминоид Нас Чаша Сия Но Наши Деревянные Уже Не сбросит Листов Не сбросит Клады Будем Надеяться Я Снем Сделал Много Фотографий Я буду Комментировать Уже Свой Сад Упало Три Огромно Рухнуло Слоналось Три Огромные Ветки На каждой Если бы Ветки Внесущие Ветки Дошли До полного Плодоношения До Созревания На каждой Было бы По десятку Ведер Они уже Не выдержали Но это Будет Уже Совсем Другая История До свидания Друзья Поздравим Нашего Коллегу Сабакана Сейчас Еще раз Степана Кашперского Теперь Степан Я жду Когда Через Полтора Месяца Два Если Минует Нас Чаша Сия Это Похолодание На улице У нас Мураганные Ветра Засуха Еще Не Кончилась Двухмесячная Посмотрим Я жду От вас Фотографии Уже С яркими Плодами Ну вот Друзья До свидания Трансляция Закончена До новых Встреч Продолжение следует